МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадуя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ух этим выпуску. Удосконаление медицинской допомоги сегодня у Гомельской областной клиничной больницы отбылось открытие другой операционной нейрохирургичного отделения. Идеи для бизнеса у Гомеля распачался 11-й чемпионат стартап-проектов молоди предпринимательства. Литература, музыка и архитектура – тыдзень итальянской культуры стартовал у областной библиотеки имя Ленина. А зараза б гэтым иншим больше подробязна. Сегодня у Гомельской областной клиничной больницы отбылось открытие другой операционной нейрохирургичного отделения. Менавито тут оказывается уся необходная допомога при лечении захворвания у позвоночника. С новыми махчимостями региональной медицины ознайомился Олег Синсерову. Самая первая невельми складанная операция на позвоночнику в Гомельской областной больнице начали работать еще в 80-х годах минулого сагодя. На початку 2000-х эта работа активизовалась, а в 2015-м тут открылся первое региональное нейрохирургичное отделение. До этого усяких тяжких хворых приходилось вести в Минск, у Республиканский науково-практичный центр травматологии. Таким чином зараз операции на позвоночнику в Беларуси робить только в двух городах Минску и Гомеле, причем размывая деп в окрыстане высокотехнологичного обсталевания в областной больнице подкресливаются. Для того, как медицина была на сруезном узровне, у нее необходима укласть значные сродки. Для оснащения первой операционной потребовалось около 750 тысяч долларов, по освоению яких значную ролью отыграл. Дагачастный начальник областного управления ховы здоровья Миколай Васильков. Частка обсталевания для уже новой операции набита с допомогой Владимира Дворника, який тогда был старшиней Аблова Конкама. В течение времени жизнь подсказала, что надо усиливать это отделение в связи с востребованностью этой помощи. Поэтому с прошлого года выделена отдельно еще одна вторая операционная. Сейчас закуплен еще один операционный стол и еще один гернировский аппарат. Получена система навигации через Министерство здравоохранения. Навигационная станция – это обсталевание, которое позволяет ставить имплантанты на позвоночнику с закладностью в 99%. Медики погаджаются. Операция – это риск, а когда я проводить профессиональные врачи, на высокотехнологичном обсталевании, это риск можно значительно минимизовать. Во всяком случае, при некоторых захворываниях пациентам позволяют самостоянно ходить. Уже в первый день после операции, с улыбкой того, что больше 70% хворых, люди предсоздольных и взрослых, их поспеховое лечение и наступная реабилитация – задача державного узрона. С набытом самого сучастного операционного микроскопа для ее выконания заявились новые мягчимости. Он ускоряет эту операцию, он уменьшает доступ, позволяет снизить кровопотерю. Это ведет к тому, что пациент меньше находится на больничной койке, пациента нет необходимости на постельном режиме держать даже сутки. Мы вертикализируем пациента фактически в день операции. Нет необходимости в дополнительной защите в виде корсетов ортезов. Это уменьшает необходимость послеоперационно-реабилитационных мероприятий. Это позволяет быстрее выписать пациента на амбулаторное лечение и, соответственно, сократить общий срок временной трудоспособности. По словам медиков, за открытием другой операционной, что в год у Гомеля будет проводиться не меньше тысячи операций на позвоночнику, теперь наибольший проблемный момент. Своечасовая диагностика, саблева на районном узровне, наибольший эффективный, и ее можно вырешить в распроедении МРТ, а ли отповедного обсталивания покой не хапает. До речи, отповедность из международной классификации зарососнули 111 форм захворывания у позвоночника. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Такого форума больше не маню в одном регионе краины. Сегодня у Гомеля распочался 11-й чемпионат стартап-проекта у молодых предпринимательства. Таким масштабным мероприемство, которое проходит в Белорусском хандлево-экономическом университете с поживецкой кооперацией, не было еще никогда. С места подей Марина Джалая. 30 университетов, 57 команд, 5 краин. Представительство удельников чемпионата стартап-проекта у молодых предпринимательства – уражевое. Але все закономерно. Мероприемство не только дозволяя студентам продемонстрировать свои бизнес-идеи, есть махчимость одразу узнать инвесторов для их реализации. Команда Санкт-Петербурга приезжает на чемпионат «Гомель» другой год за пар. Лето заняла другое место в своей тематичной лизе. Все лето студенты спадяются на перемогу. Наш проект называется «Здоровое поколение». И он заключается в интернет-сайте, через который мы реализуем продукцию, там книги для детей, соответственно, получаем прибыль от этого и сотрудничаем с рекламодателями различной продукции. Все товары, которые мы рекламируем, проходят проверку на качество у нас в лаборатории. С позиции уладов проведения таких форумов – крок до популяризации самозанятости и у выника умоцования экономики региона. Человек, который может открыть властную справу, основным, забеспечивая прационным местам не только себе. Сейчас в Гомельской области работают около 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Удельная вага податковых поступлений в бюджет – около 20%. Все лето за четыре месяца в регионе свою деятельность начали приблизительно 250 малых организаций. 80 из них створены в сфере вытворчества. Кроме того, с начала года зарегистрировано 1600 индивидуальных предпринимательников. В ВУЗе, как правило, учатся ребята с разных регионов. И основная цель, в принципе, у нас, скажем так, обеспечить равномерное развитие, все-таки стараться экономической территории. И чтобы те ребята, которые отучились здесь, принесли эти знания к себе домой, конечно же. И в том числе в сфере предпринимательства. А это, хотя пока и небольшой, но движок все-таки развития нашей экономики. Будем надеяться, что, в принципе, все у нас получится и будет успех в этом направлении. Об поддержке улада при проведении мероприемства говорить и со сцены подчас открытия чемпионата молодепредпринимательства. Вельми важно, что форум мая практичную ориентованность. Мы подтверждаем свой статус предпринимательского университета. То, что мы готовим наших будущих специалистов к успешному предпринимательству. Это раз. Второе. Мы предоставляем возможность работодателям увидеть талантливых, активных молодых людей, которые смогут свои стартапы притворить в жизнь. Все ли это отбылось о кардинальной изменении у выбора пироможцев. Судейская коллегия будет вызначать не лепшие команды, а лепшие проекты. Каждый университет выставляет до четырех проектов. И именно соревнования будут проходить между проектами. Очень важным моментом является то, что надо оставить площадку соревнований университетов. Поэтому особое внимание будет уделяться не только проектам, но и университетам. Особный сюжет о пироможце глядите у завтрашних выпусках новинов. Марина Джала, Игорь Марышенко, Тель-Радио, компания «Гомель». На Гомельщине 1-го червня стартует шматузровневая оздоровленчая компания. Плануется, что на летние каникулы в регионе откроют свыше тысячи пришкольных лагеров с днём и круглосуточным находжением детей. Практично во всех районах в области будут працевать профориентационные лагеры. Не стане выключением селета и организация часовой працонной занятости школьников. Для тех наученцев, яким потребуется повышенная педагогичная увага, организуют межведомостные лагеры. Программа отпочинку и оздоровления у них распрацевана суместно с подразделениями воинских частей, погрангрупп, отделами внутренних справа, сводом, отделами по надзвучайных ситуациях, детячими и молодёжными организациями. Всё лето в регионе оздоровленчая компания и плануется охопить, каля 33 тысяч навученцев. Для того, чтобы воспользоваться пришкольными лагерями, родители должны обратиться в учебное заведение, где учится ребёнок, написать заявление и через заместителей по воспитательной работе быть зачисленным в отряд. То, что касается государственной поддержки, учащиеся могут воспользоваться только один раз в год. Можно бесплатно оздоровиться, будь то в загородных лагерях, детских революционно-оздоровительных центрах. Что тычется пришкольных лагерев, такая державная поднимка денежная на протягу сяго каникулярного часа. Областное объединение профсоюза сегодня ушановило ветерану Великой Айчинной войны. Урочистый приём начался со складания кветок до мемориального комплекса на Аллее Героев и продолжился святочным концертом. На его запросили у дельников и ветеранов войны, былых малолетних вязников и партизанов. У сяго 25 человек. У каждого из них свой лес, свой военный шлях. Они воевали в разных кутках Советского Союза и Европы, но всех объединенная великая перемога. Под час урочистого приёма никто с ветеранов не застался без уваги. Гэтых по-особливому поважанных гостей чекали тёплые душевные слова подяки, выступления творческих коллективов и подарунки от областного объединения профсоюза. Это праздник, который, я думаю, по праву считается святым. Великая победа. Название символичное. И сегодня это запланирована акция Гомельско-областного объединения профсоюзов. Встреча с нашими ветеранами. В преддверии 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. И 9 мая, как я сказал, уже праздновать можно круглый год. Самая главная задача – это встречаться с ветеранами и уделять им внимание. Поэтому, я думаю, что и родилась эта акция. В связи с тем, что как можно больше уделить внимание нашим ветеранам. Мы протягиваем цикл сюжетов, присвеченных героям Советского Союза, именами, которых названы в улице нашего областного центра. Сторонки жития Ивана Федюнинского в материале Паула Михно. До ужиню ледь больше за километр. На полночной ускрайне города находится в улице Федюнинского. И она добра вядома аутоаматорам, навыковцам и предпринимальникам. Миновиты на Федюнинского. Размешана областная держава инспекция, технопарк и администрация свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. А что вядома об самим Иване Федюнинским? Иван Иванович Федюнинский, военачальник уже к моменту освобождения города Гомеля вполне сложившийся, герой Советского Союза. Кстати, герой Советского Союза удостоен за бои на Холхенголе в Монголии. Он не только герой Советского Союза, но и герой Монгольской народной республики. В 1941 году помог отстоять Ленинград Жукову, когда произошли кадровые перестановки. Он был замкомандующий Ленинградским фронтом. А к моменту освобождения города Гомеля он командующий 11-й армией. Сначала замкомандующий Брянским фронтом, ну и затем командующий 11-й армией. Собственно говоря, вот в этом ранге он утром 26 ноября 43-го года один из первых генералов, который вступил на Гомельскую землю. У вечера 25-го листопада советские войски с трех боков подошли до Гомеля. По грозе окружения примусила ворога у ночи пачать отвод своих войсков. Границей наступного дня у Гомель вошли части 217-й и 96-й стралковой дивизии. А начасово с половнего уходного напрямка у городу вступили части 7-й и 102-й стралковых дивизий. Его называли «мастером молнионосных ударов». То есть он внезапно появлялся, его войска преодолевали значительные расстояния, ну и, собственно говоря, вот он снискал такое звание «мастером молнионосных ударов». В общем-то, достаточно интересный военачальник, по своим качествам очень награжден. Четыре ордена Ленина, помимо, так сказать, звезд, героев Советского Союза и Монголии, пять Красного Знамени, два ордена Суворова, два ордена Кутузова, Красной Звезды, ну и за службу родине вооруженных силах. Вот, яркая такая интересная личность. На кадрах с тушки мы бачим, як саперы доследуют центральные вулицы Гомеля. Фашисты добрано шпяговали город пяхотными и супрестанковыми минами. А ось на гэтых кадрах генерал Иван Федюнинский сустракается с гемельчанами. Просто по-братырски размовляют про будущее мирное життя. Вось так просто же хары сустракали командующего 11-й армии в осенью 43-я на улице Советской города над Сожем. Зараз герой Советского Союза Иван Федюнинский – гоноровый грамадянин Гомеля. А пошня годы своего життя Иван Федюнинский провел у Москве, але у памяти удяжных беларусов он назавсёды застанецца гемельчанином. Тыдзень итальянской культуры стартовал у областной библиотецы имя Ленина. Мероприемство открыли представники посольства Италии у Республицы Беларусь. Двухбаковые относины помеж краинами усталевались ясче у 1992-м годе. С таку часу Италия стала основным партнёром Беларуси в сфере оздоровления дятей. У свою чергу многие итальянцы наведали нашу краину, дякаучи знаёмству с маленькими беларусами. Что год посольства Италии реализуя новые культурные проекты, які тесно пересекаются с навукой, экономикой и социальной сферой. Наприклад, Дни дизайна у Саковику, Дни итальянского кино, а так само итальянская экспозиция на международной книжной выставе у Минску. Мы приглашаем на выставку итальянских авторов, известных популярных обладателей премий. Также в этом году в рамках вторых европейских игр посольство Италии 24 июня организует спортивный праздник в Минске, куда мы приглашаем всех. Там же, в Верхнем городе, 13 июля пройдёт традиционный праздник дружбы Италия-Беларусь. Однако самым популярным мероприемством называют Дни итальянской культуры. У подтверждения понеделок у Ленинцы стал кулинарным днём. Мастер-класс по приготовлению фруктовой салаты Мачедония для гостей провёл профессор Флорентийского университета Микола Комада. Далее у программы «Тыдня итальянской культуры», «День Умберта Эка», виртуальная подорожа по Туринским замку и вечерина у Сан Рема. Познайомиться подробязни с планом мероприемства можно на сайте библиотеки. Это и так само иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrhomil.by На этом выпуск завершен. Я с вами развитываюсь. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Самооборона ножом закончилась уголовным делом по покушению на убийство. Инцидент произошёл около пяти утра в воскресенье возле развлекательного центра «Браво» в Гомеле. Конфликт завязался между двумя компаниями подвыпивших молодых людей. Стычка закончилась дракой. Молодые люди не смогли словами доказать свою правоту и перешли к избиению 26-летнего жителя Речицы. И даже когда он упал, продолжали избивать его ногами. В какой-то момент парень достал нож и стал наносить ему удары в грудную клетку 28-летнему жителю Костюковичу. Один из ударов ножом пришёлся в область Гурди и его другу 24-летнему гомельчанину. Понимая, что засадеянное его будут искать, молодой человек подобрал нож и скрылся. Пострадавшие же были доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу. Личность подозреваемого идентифицировали по записям системы видеонаблюдения развлекательного центра. В этот же день молодого человека задержали сотрудники милиции. В его отношении возбуждено уголовное отдело по покушению на убийство двух лиц. Сходили на рынок за деньгами. Две женщины подозреваются в хищении 180 рублей у одного из продавцов с привокзальных торговых рядов. Сотрудники отдела внутренних дел железнодорожного района Гомеля устанавливают личности и местонахождение двух женщин, которых вы видите на своих экранах. Предполагается, что они в субботу днём пришли вместе на рынок и похитили деньги. Если вы узнали гражданок или владеете иной информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону 60-72-85-60-32-49 или по телефону прямой линии 102. В воскресенье в Лельщицах легковушка сбила выехавшего на проезжую часть 10-летнего велосипедиста. ДТП произошло на улице Полесской. Юный велосипедист внезапно выехал на проезжую часть с автомобильной стоянки магазина. Мальчика госпитализировали. Сотрудники ГАИ напоминают, что пересекать проезжую часть дороги необходимо только в установленных местах, убедившись в безопасности. При этом велосипедист должен спешиться и катить велосипед рядом с собой. Таков обзор происшествий на сегодня. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель и БНТУ Бела сочным поединком закрывают игровую программу очередного чемпионата Беларуси по гандболу среди женских команд. Увы, интриги в противостоянии лидеров больше нет. Принципиального соперника Гомель ждет в гости уже в ранге чемпиона. Матч пройдет во дворце игровых видов спорта начало в 19.00. Отмечу, что этим поединком противостояние Гомеля и БНТУ в нынешнем сезоне не завершится. 22 и 23 мая на арене Гомельского дворца игровых видов спорта состоится финал четырех Кубка страны. И, вероятнее всего, в финале розыгрыша второго по значимости трофея сойдутся именно команды Тома Жичаттера и Константина Шароварова. Завтра стартует плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу. В постсезон, напомню, пробились гомельское ВРЗ и БЧ. Противостояние обе дружины начнут дома. В 15.00 на арену спорткомплекса «Локомотив» выйдут ВРЗ и охрана «Динамо». В нынешнем сезоне статистика личных встреч в пользу вагоностроителей. Две победы в двух матчах. В противостоянии БЧ и Лицельмаша все не так очевидно. Железнодорожникам удалось обыграть команду из Лиды на ее поле. В Гомеле подопечные Дмитрия Камека и Виктора Торчила сыграли в ничью. В этой паре стоит ожидать самой напряженной борьбы. «Локомотива» в 18.00. Также завтра в Орше встретятся «Виттен» и «Борисов-900», а в Минске «Столица» и «Дорожник». Вторые поединки серий состоятся 19 мая. Третий при необходимости 22-го. Вадим Панков выиграл бронзу международного турнира по боксу в памяти героя Советского Союза Константина Короткова. Состязания проходили в российском Хабаровске. В финале весовой категории до 75 килограммов гомельчанин уступил россиянину Егору Шапочанскому. В турнире принимало участие почти сотня спортсменов из более чем 30 стран. Около 120 спортсменов приняли участие в 24-м открытом областном турнире по вольной борьбе на призы серебряного призера Олимпиады в Барселоне заслуженного тренера Беларуси Сергея Смаля. Беларусы боролись на соревнованиях не только за награды, но и за путевки на юниорское первенство Европы. Надежда Булана и отбор прошла. Со счетом 6-0 гомельчанка была сильнее Татьяны Павлова из Минска и теперь готовится к континентальному чемпионату, который пройдет в июне. Я была настроена, потому что понимаю, что это шанс или ты его проигрываешь, или готовишься на следующий год. Так что лучше на этот раз было бы нормально в этом году. На турнире на призы Сергея Смаля представители Гомельской области выиграли 6 золотых наград. Кроме надежды победителями также стали Анастасия Стельникович, Валентина Филипченко, Наталья Бельская, Дмитрий Шамела и Владислав Щуко. В нынешнем году в соревнованиях приняли участие спортсмены из Беларуси, России, Украины и Молдовы. В следующем году состоится юбилейный 25-й турнир на призы Сергея Смаля. Организаторы постараются, чтобы представительство на нем было куда шире. Будем стараться на следующий год, когда это будет уже как юбилейный 25-й турнир. Возможно, будет более представительным. Постараемся выбрать сроки, чтобы в это время не было как-то параллельных турниров от этого возраста. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.